Друзья, всем привет! Вы на канале Кокин Бранч, я его ведущая Ирина. И сегодня на кухне хостела, в котором я проживаю со своей семьей в эвакуации уже второй месяц, я буду готовить на завтрак панкейки. Готовятся легко они и просто, из обычных простых продуктов, не сложнее, чем оладушки. Поэтому рецепт согляйте сразу. А для приготовления нам понадобятся такие вот продукты. Кефир. Его нужно взять литр 600. Но так как я готовлю на 30 человек, смело уменьшайте все в 4 раза. С сахара возьмем 8 столовых ложек. Также нам понадобится растительное масло без запаха 8 столовых ложек. 4 крупных яйца. Чайная ложка соли. Столовая ложка соды. Также пакетик ванилина. И, конечно же, мука. Муки я возьму 4 стакана. Для начала вооружаемся миской поглубже и выливаем сюда весь кефир. Добавляем сюда столовую ложку соды. Немножечко размешиваем и оставляем на 5 минут, чтобы пошла реакция соды с кефиром и он начал немножечко пениться. В отдельную миску разбиваем яйца. Добавляем сахар. Сюда же ванилин. И размешаем венчиком. Взбивать ничего не нужно, только до однородности. Размешанные яйца вводим постепенно в кефир. И еще раз хорошенечко перемешаем. Добавляем муку. Соль. Размешиваем. После замешивания тесто должно получиться консистенции обычных оладьев. Вот такое. И теперь мы смело можем добавлять подсолнечное масло. 8 столовых ложек. Последний раз тесто перемешаем. Убираем венчик, он нам уже не понадобится. Оставляем тесто отдохнуть минут 5 и будем выпекать панкейки. Сковородку разливаем на максимальной температуре. И с помощью ложки прямо на сухую сковородку наливаем тесто. Панкейки могут быть любой величины. Я люблю вот такие вот средние. Переворачиваем на другую сторону. И обжариваем с другой стороны. И точно так же все панкейки пережариваем. У меня их сегодня много. Панкейки на мою дружную компанию уже готовы. Пора подавать их к столу. Берем 2 штучки на порцию. И добавляем ягоды, сметану, можно мед, любое варенье. У нас сегодня будут со сметаной. Вот такая красота у нас сегодня получилась. Ну что, друзья, давайте пробовать. Сметанку. Нежные, воздушные, пористые, в меру сладкие. Ну что тут еще сказать. Очень вкусно. На завтрак самое то. Еще мне панкейки нравятся больше, чем оладушки. Потому что здесь используется минимальное количество масла. Мы их жарим на сухой сковороде. А это очень полезно для нашей фигуры. Война войной. А следить за собой все равно нужно. Война когда-то закончится. А мы должны быть красивые, счастливые и здоровые. Если вам, друзья, тоже понравился мой рецепт, поделитесь им с друзьями. Ставьте лайки. А чтобы первыми узнавать о новых вкусных рецептах, в новом канале, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Я же с вами прощаюсь до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»